МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодость, скорость и желание победить – яркие составляющие очередной игры в рамках первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей 2010 года рождения. Саровские спортсмены приняли на своей арене команду из Ижевска. С первого свистка гости взяли на себя инициативу, атакуя ворота. Вперед прошел достаточно напряженно. Были моменты, что у противника. Мы, конечно, мало бросаем, даем сопернику много бросать, удаляемся. До этого мы проиграли две игры. Но, как я считаю, соперник сильнее нас. У нас есть шанс их победить. В первом периоде саровчане крепко держали оборону. Во втором атаки соперника усилились. Несмотря на поддержку болельщиков и домашнюю обстановку, наши спортсмены стали уступать. Иж стали удалось забросить две шайбы. Здесь слабых соперников нет, поэтому чувствуется, что мы вчера не катали, целый день в автобусе ехали. Поэтому, ну, сейчас, может быть, ребята почувствовали лед, новая площадка. То есть первый раз мы здесь у вас достигнули. Поэтому какое-то время на адаптацию нужно. В третьем периоде живчане дожали игру. Еще одна шайба залетела в ворота саровчан. Игра закончилась со счетом 0-3. В турнирной таблице ХК Саров сейчас занимает шестое место. Первенство в НИЭФ по волейболу проходит в Сарове в рамках спортивной спартакиады. На паркете за победу сражаются 10 команд различных подразделений ядерного центра. Сейчас спортсмены сражаются на групповом этапе. Впереди полуфинальные и финальные встречи. Первенство в НИЭФ по волейболу проходит в рамках ежегодной спартакиады по различным видам спорта. Соревнования начались с 1 апреля. Пока прошло несколько игр. 10 команд поделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф и играют между собой за призовые места. Волейболисты представляют различные подразделения ядерного центра. У нас проходит спартакиад Аркадс в НИЭФ по различным видам спорта. По игровым, такие как футбол, баскетбол, волейбол. Есть такие виды спорта, как шахматы, шашки. Есть лыжи, настольный теннис и другие виды спорта. Ну, конечно, командные виды спорта привлекают наибольшее внимание не только участников, но и болельщиков. Люди приходят, поддерживают своих знакомых, коллег. Поэтому атмосфера очень классная, живая. И радует, что в этом году 10 команд и будет борьба очень классная такая, здоровая. В очередной игре на паркете столкнулись команды «Квант» и «Буревестник». Вслед за ними вышли «Старт» и «Полёт Арсенал». Многие спортсмены показывают высокие уровни мастерства и имеют за плечами опыт городских и областных соревнований. Состоят в волейбольных лигах. Поэтому конкуренция на первенстве «Рфятсвиниев» нешуточная. Ну, идёт очень ожесточённая борьба в каждой встрече, потому что, ну, профессионалы, которые занимаются, ну, любительские профессионалы волейбольные на Фасаровске, присутствуют в каждой команде. Поэтому игры очень интересные и конкуренция очень высока. Чтобы достойно выступить на первенстве по волейболу, команды собираются и тренируются после работы и даже по выходным устраивают товарищеские встречи. Волейбол – в полном смысле командная игра, в которой каждый человек на поле выкладывается на 100%, чтобы принести команде победу. Практически все тут играют на чемпионате города, на Кубке города. Поэтому практики хватает. Важно вот собираться и показывать результат в каждой игре. Плюс ещё в волейбол такая игра, но нельзя выключаться ни на секунду. Каждый из шести человек, присутствующих на поле, должен полный фокус, полное внимание своё отдавать игровым эпизодам, чтобы команда могла побеждать. Полуфинальные и финальные встречи состоятся 20-21 апреля. По итогам первенства сформируют сборную Рфятсвнеев. Шашисты Дворца детского творчества снова первые. Саровчане стали чемпионами первенства России, которое прошло в Самарской области. На крупных соревнованиях собралось более 350 спортсменов из 34 регионов страны. Мастерство шашистов ДДТ позволило им вырваться вперёд и забрать две золотые и две бронзовые медали. Первенство России – одно из самых значимых соревнований в спортивном календаре шашистов Дворца детского творчества. Город представляли семь саровчан. В Самарской области собралось более 350 спортсменов из 34 регионов. В возрастных категориях до 9, 11 и 14 лет играло от 50 до 70 человек. Отличные реакции и продуманные ходы помогли юным шашистам стать лучшими на первенстве России. Дарья Вахрушева стала чемпионкой в молниеносной программе. Девочка признаётся, что играть было тяжело, так как не обошлось без борьбы. Соперницы Дарьи были из Свердловской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Якутии. Мой секрет успеха – долгие тренировки, поддержка родителей. Они меня поддерживают, они мне говорят добрые слова. Я решаю позиции, играю с другими игроками. Для Софии Дудник первенство России – первое соревнование такого серьёзного уровня. Встреча с сильными игроками в молниеносной программе была непростым вызовом для юной шашистки. Пришлось собрать все силы в кулак, настроиться на игру и отбросить волнение в сторону. Для первого раза София показала высокий результат и тоже вошла в число золотых медалистов первенства. Там в игре были очень сильные соперники, и меня жаль, жаль, а я пыталась выпутаться. Там была лишь одна КМС-ница. КМС – это кандидат в мастера спорта по шашкам. Она как раз, где я заняла первое место, у нас было одинаковое количество очков, и пошли коэффициенты. И как я победила лидера, поэтому у меня коэффициент был выше. Я заняла первое, а как раз КМС-ница заняла второе место. В основной классической программе на партию с каждым соперником давалось 30 минут. За каждый ход добавлялось по 30 секунд. В результате в классической программе на одну партию ходило около полутора часов. Спортсменкам было непросто, так как долгое время нужно было держать внимание и концентрацию на пределе. Но и здесь шашистки Дворца детского творчества вырвались на пьедестал. И завоевали вдобавок к золотым еще и бронзовые медали. Обе девочки по результатам первенства России попадают в сборную. Команду России впереди ждем приглашения на первенство Европы и на первенство мира, к чему теперь мы будем готовиться. Хочу сказать большое спасибо всем участникам, которые приняли участие в соревнованиях. И поблагодарить и наших спортсменов, и особенно наших родителей. Чемпионок России педагог Олег Васенькин торжественно наградил дипломами. В Сарове наградили маму футболистов. Конкурс среди родителей проходил два месяца. За это время мамы футболистов смогли доказать. За победами юных спортсменов стоят сильные и талантливые женщины. На заключительном мероприятии стало известно, кто удостоился главного титула. Мы пришли сюда поддерживать своих мам. Наши мамы победят. С таким настроем юные футболисты пришли поддержать своих мам на финальном этапе конкурса «Мамы футболистов». Всего в проекте приняло участие пять мам. За два месяца они прошли большое количество испытаний. Кулинарный конкурс, видеовизитка, спортивный этап, благотворительная акция. Мы прошли очень много этапов. Невозможно сказать, что был какой-то один из них, не запоминающийся. Все были запоминающиеся. Я думаю, мы надолго это запомним. Да, девочки? В финале конкурса мамам предстояло показать себя на все сто. Продефилировать на сцене, ответить на вопросы, а также проявить себя в творческих номерах вместе со своими сыновьями. Координатором и организатором мероприятия стала Мария Иванова. Она делала все, чтобы все участницы дошли до финала. И, как признается, сложности были, но все незначительные. Каждая мама уникальна, интересна и достойна победы. Я с первых секунд почувствовала себя командой, и до сих пор мы команда, которая еще больше сплотилась. Как мы вчера подметили, у нас получилась великолепная пятерка, и я как вратарь. В общем, было очень интересно, полезно, познавательно. И мне подружились самые лучшие положительные эмоции. Желаю удачи каждой из них. По итогам конкурса «Мама футболиста» победительницей в номинации «Самая народная мама» стала Ольга Шахватова. В номинации «Самое доброе сердце» победила Марина Тюрина. Мамой «Позитив» стала Домникия Югова. В номинации «Мама энерджайзер» Наталья Соснина. Марина Кочеткова стала самой яркой мамой. Абсолютной победительницей конкурса стала Наталья Соснина. Такие мероприятия Мария Иванова и спортивные школы ИКАР планируют проводить традиционно в разных спортивных сферах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова